Всем привет, сегодня расскажу как мы снимали для стоков вот такие вот кадры Как наверное уже большинство догадалось, мы для этого использовали вращающийся стол Проблема заключается в том, что большинство столов, которые сделаны для фото и видеосъемки Они управляются шаговыми двигателями, которые не развивают достаточных оборотов, достаточной скорости Для того, чтобы с них все разлеталось Поэтому стол пришлось сделать самому И вот в первой части ролика я расскажу как я его делал Кому это не очень интересно, оставлю в комментариях тайм-код Переходите сразу же к съемке В качестве двигателя мы использовали дрель, потому что на самом деле идея пришла в голову В этот же день я начал стол собирать, заказывать двигатели у меня не было времени Ну как бы уже приперло, надо делать из того, что есть А в качестве поверхности съемочной мы использовали вот такой вот круг Деревянный круг, я по-моему про них уже рассказывал Они много где продаются в строительных магазинах Мы в Максидоме, по-моему, покупали Ну и соответственно он немножечко задекорирован Про то, как делать фоны, как их декорировать У нас был недавно ролик, можете посмотреть Итак, в качестве основы стола я взял кусок LDSP, который у меня давно валяется в углу студии И отмерил примерно на нем серединку На самом деле здесь это совершенно не принципиально Можно поставить отметку на глаз Дальше я взял фланцевый подшипник на 8 Я даже не знаю, наверное не буду оставлять ссылки Если кому-то понадобится, напишите в комментариях Я ставлю и этот фланцевый подшипник я на саморезы прикрутил Естественно ровно так, чтобы под отверстием четко находилась моя ранее поставленная отметка на листе LDSP Дальше прямо через этот подшипник я решил просверлить отверстие в LDSP Чтобы использовать этот самый подшипник как кондуктор Чтобы было отверстие перпендикулярное, очень ровное Но это оказалось ошибкой, потому что, во-первых, я подшипник из корпуса чуть-чуть выковырил Просверлил неровное отверстие И еще и засрал стружкой, собственно, весь подшипник Поэтому мне пришлось его открутить Отверстие расширить ступенчатым сверлом И после этого подшипник я поправил и прикрутил обратно на место Дальше мне нужно было сделать, назовем это, шахтой моего стола Но сразу скажу, что это на самом деле оказались лишние и достаточно большие заморочки Потому что изначально моя идея в голове выглядела так Что столик будет целиком в кадре И, соответственно, ну это что-то мне представлялось Может быть, типа столик в кафе или что-то такое И, соответственно, если он целиком в кадре То он должен быть достаточно сильно поднят над нашим LDSP Для того, чтобы это выглядело нормально Чтобы LDSP было в расфокусе, ну как пол в кафе Потому что если столик круглый не будет достаточно поднят То это будет выглядеть очень странно Как будто стол прямо на полу Поэтому я взял длинный алюминиевый профиль И начал делать достаточно длинную шахту В итоге получилось так, что мы решили, что это будет выглядеть странно и некрасиво Что стол нужно снимать крупно, чтобы не было видно краев И поэтому, короче говоря, получилось очень много лишних заморочек Можно взять тот же самый профиль, но коротенький И сделать из него маленькую коробочку Это будет гораздо проще, удобнее и безопаснее В общем, сделал много лишних телодвижений Я взял алюминиевый профиль 20 на 40 миллиметров И высотой, по-моему, около 60 или 50 сантиметров Я оставлю ссылку на Собери завод, где этот профиль я покупаю Но сразу скажу, это не реклама, вообще никакого отношения к ним не имею Просто этим профилем я реально часто пользуюсь И он для меня находкой стал в прошлом году Потому что он как конструктор и прям многие задачи помогает решать А в этом алюминиевом профиле посередине есть отверстие, которое как раз мне подходит Под то, чтобы пустить там вал от моего стола В общем, из двух кусочков больших профиля и парочки маленьких Я собрал такую вот башенку, которую нужно было теперь прикрепить к листу ЛДСП Для этого я решил использовать обыкновенные алюминиевые уголки Которые продаются в любом строительном магазине Сверху, соответственно, понадобится еще один подшипник К сожалению, с торца к профилю прикрепить его не получилось Поэтому я взял маленькую деревяшечку и решил в ней сделать отверстие И к ней прикрепить еще один подшипник Дальше я решил все проверить Приложил конструкцию к листу ЛДСП Да, кстати, лист ЛДСП перевернут Потому что в данном случае нужно, чтобы подшипник смотрел вниз, а не вверх После чего я прикрутил к алюминиевому профилю уголки Сделал это при помощи специальных тегаек Которые как раз очень хорошо и легко крепят к этому самому профилю Опять же, кому будет интересно, посмотрите на сайте Собери Завода, как они работают Сначала я прикрепил три уголка Но потом понял, что нет Все-таки четвертый надо как-то впихнуть Хотя там не очень удобно было Но все-таки я добавил и четвертый Потому что конструкция на самом деле Ну такая, достаточно шаткая А силы, которые будет набирать наш круг Крутящийся на сумасшедших оборотах Они будут достаточно серьезные И дальше очень аккуратно Соблюдая соосность То есть я смотрел сверху Так, чтобы отверстия, которые мы делали под подшипник И отверстия в алюминиевом профиле Они четко совпадали, очень четко Это прям супер важно И аккуратненько прикрутил саморезами Нашу конструкцию на ее законное место Потом я примерно прикинул Где в деревяшечке нужно сделать отверстие Под подшипник Нужно сделать сначала именно это Можно сделать это более-менее произвольно Потому что при последующем креплении Я смогу ее чуть-чуть подвинуть как надо А вот соосность нам опять же на 100% нужна Короче говоря, сделал примерную разметку Просверлил опять же сверлом на 8 А нет, в итоге я сделал тоже отверстие гораздо больше Сделал отверстие и прикрепил подшипник Здесь тоже очень важно, опять же, чтобы он был очень ровно на месте Прикрепил также двумя саморезами Потом я взял шпильку на 8 Продается в любом строительном магазине Ее я буду использовать в качестве вала И начал примерять и закреплять ее на нужном месте Для того, чтобы ее закрепить на подшипниках Сбоку есть маленькие винтики Которые, собственно, прижимают этот самый вал И таким образом мы ее и крепим Пришло время первых испытаний Приклеил специально зеленый лафиложочек Чтобы было виднее Деревяшка еще не прикреплена Она поэтому болтается Это ничего страшного Но самое главное, что все работает Конструкция работает Больше всего я боялся, что вал будет внутри болтаться Задевать алюминиевый корпус Создавать биение Но нет, все хорошо Собственно, как вы уже поняли из начала ролика Вал крутится дрелью Но в данном случае шуруповертом Все работает То есть теперь нужно прикрепить деревяшку Сделать я это решил благодаря уголкам Которые распечатал на 3D принтере Но это тоже самое из стандартного набора Вот к этим алюминиевым профилям На все те же саморезы я ее прикрепил Все еще раз проверил И теперь оставалось только сделать Собственно саму столешницу Наш деревянный круг прикрепить Каким бы образом мы столешницу не крепили В любом случае нам понадобится найти ее центр Чтобы более-менее ровно крутился стол И загуглите, если вы вдруг не знаете, как это делать Буквально за минуту центр находится Действительно прям центр-центр И это достаточно важно Потому что бить будет сильно И выглядеть будет некрасиво Если вы даже на полсантиметра промахнетесь В общем все испортите Дальше я сделал то, что ни в коем случае делать нельзя Но на всякий случай расскажу тоже про этот этап Я подумал, эй, если у меня в качестве вала Шпилька с резьбой Почему бы мне не использовать мебельную гайку Я рассверлил углубление по центру под эту гайку Вбил ее туда молоточком аккуратненько И мне показалось, что она держится достаточно крепко Хотя сомнения у меня, конечно, уже были даже на этом этапе А сверху прикрутил еще самоконтрящуюся гайку Для того, чтобы нагрузка была на нее А не на маленькие винтики, которые вкручены в подшипники Дальше я прикрутил стол сверху на шпильку И приступил, как мне тогда казалось, к финальному испытанию И все вроде было хорошо, все работало Но под конец стол срывало И хорошо, что я, в общем, ожидал это и предвидел Поэтому успел его схватить Так бы могло прилететь по башке очень сильно В общем, гайку мебельную я удалил Чуть-чуть расширил отверстие И забил туда молотком достаточно плотно Уже обыкновенную самоконтрящуюся гайку-восьмерку После чего я взял алюминиевую пластину Расширил одно из отверстий под М8 Положил ее четко над гайкой И эту самую пластину я еще прикрепил саморезами К поверхности стола Так крепление гораздо надежней Закрутил очень крепко Ключом я придерживал гайку, которая у нас чуть ниже на валу И со всей силой руками закручивал стол Получилось вроде как надежно и ровно Испытания были пройдены Но прежде чем перейти непосредственно к съемке Очень важный момент, касающийся безопасности На самом деле вот это крепление Даже на самоконтрящуюся гайку Оно неправильное и очень опасное Я сделал так просто потому, что у меня не было никаких подходящих зажимов Здесь можно использовать, я не знаю, например Зажим вот такой вот для 3D принтеров Держатель вала Либо какие-то другие способы использовать Дело в том, что резьбовое соединение в данном случае очень опасно Круг набирает очень большую скорость И если он вдруг слетит и прилетит вам, не знаю, в челюсть Мало не покажется Ну или оборудование вам набьет Поэтому такое крепление я не рекомендую использовать Но тут еще зависит от двигателя, который вы используете Потому что, например, на некоторых шуруповертах Как и у меня на шуруповерте После того, как вы отпустили кнопку Шуруповерт останавливается, как вкопанный И в этот момент диск по инерции продолжает крутиться И тем самым как раз скручивается с гайки А на дрели у меня такого нету После того, как я отпускаю кнопку Дрель продолжает крутиться И, соответственно, гайка с резьбы не слетает Но все равно это достаточно опасно Итак, сама съемка Стол мы установили на место И первое, что нужно сделать Это обтянуть вокруг чем-нибудь Например, мы это сделали полиэтиленом Для того, чтобы не собирать кофейные зерна Или что вы там будете снимать По всей студии Потому что разлетается действительно очень сильно И сэкономит много-много времени Камеру мы подвесили сверху Над столом на журавль Это GH5S Она позволяет достаточно неплохо снимать рапид Но мы снимали на 175, по-моему, кадрах в секунду Либо на 200 кадрах в секунду Потому что больше там уже совсем плохое качество начинается Но, конечно, интереснее было бы, если была возможность снимать Не знаю, на 1000 кадров в секунду Но у нас такой возможности не было Цвет в данном случае поставлен вообще супер просто Это один источник Green Bean Я себе наконец-то заказал все-таки Godex VL Вот последние дни, пользуясь Green Bean Через софтбокс И стоит он чуть сзади Там где-то под 45 градусов Также у нас сверху висит монитор Для того, чтобы удобнее было выкладывать композицию Затвор мы управляем через телефон Потому что, конечно, на таком журавле Если бы руками нажимали кнопку То все очень сильно тряслось бы Как вы уже, наверное, поняли Ролик мы переворачиваем В финальной версии он задом наперед идет Поэтому и снимаем мы в обратной последовательности То есть забираем чашку кофе со столика А потом я его уже раскручиваю И зерна слетают Я прячусь под столом С дрелью в руках Чтоб кругом случайно не прилетело Жена забирает чашку со стола И тоже отходит подальше на всякий случай И после чего я стол раскручиваю И, в общем-то, все В реальной жизни все происходит просто за мгновение И, конечно, весь интерес здесь, весь прикол Это именно замедленная съемка Ну а дальше мы просто переворачиваем ролик в монтажке И, естественно, нужно немножко поиграться С ускорением-замедлением Чтоб все это выглядело более-менее лаконично И наш ролик готов Не забудьте поставить лайк, если было интересно Подписывайтесь, если не подписались На инсту подписывайтесь Там бэкстейджи периодически тоже скидываю Ссылка будет в описании И все, до следующих встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok